я чемпион мира и не обязан ни с кем ничего обсуждать вишонатан ананд пятнадцатый чемпион мира по шахматам приветствую всех с вами комментатор олег сломаха и это последний выпуск рубрики чемпионских штучек рубрики где мы с вами смотрим самую быструю победу и самое быстрое поражение в творчестве всех чемпионов мира начиная от первого чемпиона мира вильгельма стейница и заканчивая нынешним 16 чемпионом мира магнусом карлсоном который отстоял шахматную корону схватки с российским претендентом сергеем карякиным ну что ж 15 чемпион мира вишонатан ананд и давайте смотреть итак самая быстрая победа вишонатана ананда случилось в 1993 году выступал он в германском городке бед мергентайм и играл с неизвестным шахматистом е4 c5 конь c3 конь c6 конь же е2 сыграл вишонатан ананд соперник ответил е5 конь d5 конь е7 конь c3 но мы видим что белые накрепко оккупировали пункт d5 следующим ходом они может слона на c4 хотят развить здесь соперник сыграл поэтому а6 ну чтобы на ход слона слон c4 ответить конечно же b5 и не будет хода слон b3 ведут c4 и белые остаются без фигуры поэтому анан сыграл а4 ну и здесь черные подумали как им нужно развиваться мы видим что у них спит слон на поле f8 и конечно же нужно было его развивать но не таким образом каким предпочли завершить партию черный то есть конечно же здесь они сыграли g6 и на седьмом ходу вишонатан ананд объявил вот такой вот спертый мат конем конь f6 вот такая вот неосторожность в дебюте повлекла за собой вот такую вот немедленную погибель в виде такого вот спертого мата ну что ж это была самая быстрая победа вишонатана ананда но вы сейчас очень сильно удивитесь когда увидите самое быстрое поражение 15 чемпиона мира итак 1988 год биль белыми играет кубинский на тот момент международный мастер запата алонса а черными ему противостоит вишонатан ананд и для сравнения скажу что значит запата алонса это довольно таки сейчас уже знаменитый кубинский игросмейстер то есть ему сейчас 58 лет ну и соответственно вот на тот момент он играл свишонатаном анандом рейтинг на тот момент у него был 2480 рейтинг черных 2555 и посмотрите как необычно завершилась партия итак е4 е5 конь f3 конь f6 ананд предпочитает сыграть русскую партию конь бьет е5 d6 конь f3 конь бьет е4 и здесь конечно же последовал ход конь c3 ну теория говорит что здесь после конь бьет c3 dc и слон е7 в принципе белые здесь могут получить дебютный перевес но такой знаете микроскопический тем не менее русскую партию сейчас все грасмейстеры предпочитают именно через вот такой вот порядок ходов но вот здесь на пятом ходу последовало просто немыслимое здесь вишонатан ананд сыграл слон f5 и здесь запата алонса задумался и сыграл просто ферзь е2 на шестом ходу и здесь вишонатан ананд просто сдался вот так вот супер грасмейстер то есть проиграл просто в шесть ходов 6 ходов между родному мастеру ну а что делать выясняется что черные совершили чудовищный зевок то есть они просто-напросто зевнули фигуру теперь на d5 последует просто d3 и белый остается с лишней фигурой как иначе спасать коня и естественный ход ферзь е7 но вот здесь как раз конь d5 и возникает следующая неприятность что на поле c7 провисаем ферзь не может уйти из под вертикали е поскольку после d3 опять же потеряется фигура ферзь е5 не сыграешь конь на поле f3 сторожит ну а ферзь е6 естественно не сыграешь из-за такой вот коварной вилки на поле c7 и вот здесь на шестом ходу после хода ферзь е2 вишонатан ананд признал свое поражение и это самое быстрое поражение в творчестве 15 чемпиона мира вот такие вот дела ну что ж мы с вами закончили рубрику чемпионские штучки если вам было интересно то поставьте этому видео как можно больше лайков ну а теперь соответственно я еще объявляю не столько конкурс что я хотел сказать сколько голосования то есть все дело в том что вы хотели новую рубрику причем кто-то писал что рубрику чемпионские штучки по претендентам то есть такую же рубрику где самая быстрая победа и самое быстрое поражение но уже в творчестве всех претендентов на первенство мира начиная соответственно там от чегорина и заканчивая соответственно сергеем карякином как ни странно то есть он он у нас был сейчас самый последний претендент но соответственно что вам нужно сделать я напишу под этим видео два комментария то есть первый это лайк за претендентские штучки назовем так вот незамысловато эту рубрику ну а второй соответственно вы хотели чтобы я сделал рубрику катастрофы в дебюте по всем чемпионам мира то есть там уже с вами будем смотреть не просто самую быструю победу и самое быстрое поражение а именно самые красивые партии я буду специально выбирать самые самые красивые связанные с красивейшими жертвами ударами ловушками и соответственно то что сейчас захотят мои зрители то соответственно я и исполню голосование будет длиться ровно месяц то есть ну соответственно до нового года и с нового года тот комментарий мой тон что наберет больше лайков соответственно по этому я и сделаю новую рубрику она начнется у нас с нового года ну что ж дерзайте с вами же был комментатор олег саламаха всем спасибо всем пока и играйте шахматы